К нашему эфиру уже присоединился Павел Лусянский, директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, конечно, очень тяжелая тема обсуждаем с вами в эфире. И вот что касается жестокого обращения с пленами, с теми, из кого пытаются сделать заключенных, для того, чтобы все-таки доказать все эти правонарушения, хотя к таким зверстам слово правонарушение, как-то кажется, звучит слишком мягко, для того, чтобы это все доказать, что должно быть доказательной базой? Только ли слова самих пленных, заключенных, либо еще какая-то доказательная база собирается? На каком основании, на самом деле, в дальнейшем можно потом привлекать к ответственности этих зверей? Ну, смотрите, как правило, как будут действовать, я так думаю, правоохранительные органы, да, с точки зрения того, какой опыт у меня есть. Сначала они просто, вот возьму показания наших людей, которые побывали в плену, да, то есть как бы люди видели тех, кто его избил, кто избивает, там, знали какую-то фамилию, ну, то есть хотя бы как-то описать можно. В этот же момент входит, знаете, как это, к примеру, есть точка дислокации, это условно надавим тюрьма, в этой тюрьме, естественно, пользуются мобильными телефонами, как правило, пользуются сотрудники. Соответственно, украинские спецслужбы, западные спецслужбы, идентифицируют, кто конкретно там, ну, не кто конкретно, а кто занимался, какие там IP-адреса есть, кто пользуется какими телефонами, и, соответственно, получат с ним вот какие-то данные. Это все заархивируется. Потом, когда придет деоккупация, или тот или иной палач попадет в плен, те показания, показания вот у военнопленных, заключенных на временно оккупированных территориях, они, как бы, достанутся из папки, и, соответственно, этого человека уже допросят и сопоставят все данные. Вот, в принципе, такой вот короткий путь. Это то, что я рассказал, то, что можно рассказать, чтобы был понятен алгоритм. В данном случае, как правило, как показывает практика, там, ну, достаточно показаний нескольких человек о том, что этот человек применял пытки, и, в принципе, как бы все, да, идентификация будет таким образом. Ну, плюс, не забывайте огромное количество организаций на стороне Украины, которые работают сбором систематизации данных, вот, персональных данных, вот таких вот палачей, зверей, которые осуществляют такие зверства. Помните, как быстро идентифицировали бурята, который нанес увечья украинскому военнопленному других зверей, да, соответственно. То есть, поэтому это сейчас все ведется, просто об этом публично не говорится, для того, чтобы, для того, чтобы, скажем так, вести в обман русских оккупантов и палачей, для того, чтобы они просто не предпринимали никакие действия, направленные на сокрытие их персональных данных. Вот даже основываясь на показаниях российского заключенного, вот, того самого Василия, очевидно, мы разделяем тюрьмы за стенки на оккупированных территориях и тюрьмы зонной колонии на территории России. Когда, по какой причине, с какой целью украинских военнопленных, и в том числе и гражданских, мы об этом тоже, хотелось бы сказать, узнать ваше мнение, перемещают из оккупированных территорий на территорию России? Ну, цель простая, то есть, как бы, они просто забирают, ну, во-первых, цель разделить, то есть, вот, некоторых заключенных, группы заключенных их разделяют для того, чтобы оставить их один на один с миром тюрьмы, с миром за стенок вот этих, потому что, ну, даже группами там, за стенках держаться легче, вот, они их специально перемещают, одного отправляют, к примеру, там, на Урал, другого еще куда-то. Ну, и вот, таким вот образом пытаются усилить давление на этого человека, потому что, таким образом, человек становится один на один с вот этим вот оккупационным миром пыток, давления, унижения и так далее. Поэтому один, это один из методов сломления человека, вот, украинца, который находится в плену, для того, чтобы он там сломался, пал духом, и вот для этого они это применяют. Очень много уже за 2014 года было таких вот случаев, когда мы наблюдали, что именно вот таким вот образом они хотят сломать человека и вот отправляют его на территорию Российской Федерации, да, то есть, как бы, мы же помним о большой обмене в 2019 году, там же как раз мы забирали людей из Российской Федерации, то есть, уже тогда это было, ну, а сейчас они уже просто применяют ту тактику, тот опыт, который они уже отработали с 2014 по 2022. Автор писем издания Докса отмечает, что неофициальная тюремная власть в СИЗО и колониях запретила любым заключенным коммуницировать с украинцами. Нельзя вести с ними переписку, передавать в камере сигареты, чай, отправлять им телефоны. Исторические пенитенциарные учреждения в Ростовской области всегда были черными, то есть, власть в них над, далее цитирую, зэком и принадлежала криминалу конкретно, а не администрации. Однако сейчас криминальные авторитеты в России, как правило, сотрудничают с силовиками, в частности, если дело касается издевательства над украинскими пленными. Услышим цитату и продолжим. Надзиратели подначивали баландеров унижать их при раздаче пищи, а баландер в понимании арестанта находится на нижних ступеньках тюремной иерархии. Баландеры подхватывали эту инициативу, пользуясь тем, что за их спинами стояли надзиратели, готовые в любую минуту ворваться в камеру и подавить любое сопротивление. Они глумились. Могли заставить пленных кукарекать, танцевать, пожалуй, самое безобидное – петь песенку. Обязательный ритуал после раздачи пищи – троекратно громко слава России. Василий, российский заключенный, в письме журналисту издания «Докса» Ивану Асташину. Невероятное психологическое давление, но вот тот факт, что нельзя коммуницировать с украинцами, другим заключенным. Это ли только для того, чтобы психологическое влияние оказывать, либо это также для того, чтобы никакая информация не имела возможности утечки? – Смотрите, запрет коммуникации еще в советских тюрьмах применялось только к людям, которые имеют склонность к влиянию на других людей. То есть, к примеру, там есть несколько десятков людей, которых… Это были, конечно, из числа криминальных авторитетов, из числа политических заключенных в советское время, диссидентов, которым просто их закрывали в одиночные камеры, для того, чтобы они не распространили свою идеологию, свои идеи, не рассказали правду именно массе людей, которые находятся в местах лишения свободы. Плюс это еще и давление, потому что человек… То есть, это влияние на психологию, если ты не можешь долгое время просто в местах лишения свободы пообщаться с человеком. Ну, просто, да, соответственно, как бы это влияет на психологию. Поэтому вот этих целей оккупанты и добиваются. То есть, они боятся, что в местах лишения свободы на территории Российской Федерации украинцы там смогут что-то рассказать, да, правду, то есть, и изменить представление о военной агрессии Российской Федерации среди заключенных этой колонии. Плюс они пытаются надавить психологически и закрывают их от общения с любыми людьми. Ну и, конечно, передать информацию. То есть, потому что очень в местах лишения свободы, очень, скажем так, легко можно через заключенного на волю передать информацию. Вот, и они это, естественно, блокируют. А заблокировать это можно только единственным способом. Просто закрыть человека вот в помещении и не давать с ним никому общаться. Я это просто прекрасно знаю, потому что мы еще с 2016 года занимались местами лишения свободы на оккупированной территории. Даже нескольких человек вот освободили, и мы вот поддерживали с ними связь именно вот через неформальное общение, то есть через заключенных. Я хотел вот такой вопрос уточнить, хотя я предполагаю ваш ответ. Все эти пытки, издевательства над украинскими заключенными, военнопленными, это работа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, или это курируется совершенно другими федералами, я имею в виду ФСБ? В ФСБ есть специальное управление, которое курирует Федеральную службу исполнения наказаний. Поэтому все, что делается в Федеральной службе исполнения наказаний, это все согласовано с ФСБ. Это, во-первых. Во-вторых, если возвращаться к, скажем так, преступникам в законе, назовем их так, которые держат под контролем места лишения свободы, вот как ваша коллега сказала, в Ростове, то это точно так же их, это преступное сообщество. Спецслужбы всегда пытались использовать в своих целях, в том числе и во время военной агрессии Российской Федерации против Украины, они пытались, вот были истории в средствах массовой информации, они пытались поднимать бунты в местах лишения свободы. А то, что касается пыток и унижений в местах лишения свободы, чья эта команда, это централизованная команда, которая пришла от ФСБ, от Кремля. Их главная задача – это сломить украинский дух сопротивления, уничтожить человека, именно личность человека, попытаться уничтожить украинскую идентичность, потому что если вы вот даже проанализируете это письмо журналисту, то там все направлено именно на то, что ненависть к украинскому, то есть к украинской нации, к украинской идентичности. И обратите внимание, вот, к примеру, в Великой Отечественной войне на стороне фашистской Германии были, скажем так, генерал Власов, тот, который из Советской армии перешел на сторону и Германии воевать. Но на сегодняшний день оккупанты видят, что у нас среди украинцев предателей нет, никто такие формирования не создает, и их это очень сильно бесит, они не могут понять, откуда такая сила украинской нации, украинской идентичности, как наши воины бьются за свободу и защищают народ, как наш народ стоит. Их это очень сильно раздражает, точнее раздражает диктаторский режим Кремля. И вот то, что мы видим, это вот их, скажем, все, что они могут сделать, это отдать команду ФСБшникам, мучать в плену наших воинов. И, соответственно, вот как бы это их главная и основная цель. Только ли? Вот, Павел, такой вопрос сразу же возник. Только ли, чтобы сломить дух, да, психологическое давление? Или же это стремление сломленного духа человека, духом сломленного человека подготовить к какому-нибудь яркому, показательному процессу? Хотя таких я не помню на самом деле. Ну, одно же без другого, ну, как бы, в принципе, не бывает, с точки зрения того, что человек на процессе, вот мы же видим, вот как озолцы сейчас наши, там Майдаров, достойно стоят, все, они как бы, ну, как бы, держат удар, скажем так, да, вот. И, соответственно, им не нужны такие процессы, оккупантам. Оккупантам нужны процессы, там, где сломленные люди стоят, там, кого-то обвиняют, там, просят прощения. Ну, мы же этого с вами не видим, правильно? Нет такого. Вот оккупанты стараются сломать человека для того, чтобы он делал все, что они скажут. Но на сегодняшний день у них это не получается, я уверен, не получится. Мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что с нами на связи был Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok